слышь чушпан давай быстрее клиент тачку ждет блин не ругайся хозяина с пацанами хочу быть нормально с актерами еще не снимался короче ребят как вы уже поняли я купил себе бэшку их 6 и это лёха знакомьтесь лёха здорово лёха пригнал мне эту тачку из кореи и когда-то сказал что корейская сначала подумал что какая-то фигня ну типа наш китайка в чем разница вообще корейская бмв европейская бмв есть ли разница между этими комплектациями там отличаются ли машины по качеству или это все одно и то же на самом деле у них наоборот более заряженные комплекта шки и самое наверное важное что нужно понимать что у этой тачки полностью европейская сборка европейские блоки и любые там вопросы с запчастями там электрика или еще чем-то будут точно также обслуживаться смотреть европей вот это европейская да да это европейская смотри да то есть она без пневмы она без хрусталя панорамы отсутствие да пойдем посмотрим нашего правильный выбор сделала шабе веке 7 чем так это тогда его немножко по корейски о чем мы будем вообще с ней делать потому что помимо того что ну лёха занимается машинами то есть он может вообще любую тачку привезти он там стоит marine он тоже привозил porsche гелины range rover и чего угодно он еще как бы топ-1 вообще по пленке в россии по дитейлингу правильно не придумываю не воздуханию что будем делать с ней вот хочется поменять внешний вид ты чё посоветуешь вообще чем не подойдет моей тонкой душевной организации тут этот знаешь как чаще всего все приходят так можно мне черную матовую вот как в целом ты видишь да вот этот европейский x6 чаще всего все делают вот какую-то такую историю почему потому что там российские улицы грязь не хотят выделяться и в итоге мы видим на толпы там тачек до серой массы просто по мне я всегда езжу там на цветных машинах всегда там ярко мне очень нравится чтобы машина там выделялась из толпы поэтому твою тонкую натуру я тоже думаю нужно запечатывать во что-то яркое и вкусное у меня какая была мысль во первых поменять вот эти диски мы диски тоже производим там как раз таки есть да стенд можно посмотреть а диски вообще дорогой удовольствие вот сколько у меня станет сделать там там одна составной двух составная не знаю в чем разница там на самом деле очень много параметров там вылет радиус диск от этого очень много зависит стоимость да там она начинается там от 200 тысяч да это может там доходить до там более миллиона есть какой-то кейс самых дорогих дисков которые вы делали да наверное это лучше спросить у таси на типа наверно 26 какой-нибудь там радиус сколько стоит полтора полтора миллиона до диски шалеть как как машины а по пленке вот мы когда я выбирал народа грей вот мы тоже стать общались там была одна сумма сейчас вот не что-то в голову пришло сделать chrome я так понимаю chrome он типа там x сколько так цене до x5 x5 x10 там вот но что-то такое ну почему chrome дороже типа чем что в чем нему особенно но там если как бы углубляться в пленке да там есть полиуретановый пвх и хромированные вот как раз таки хромированные пленки это самый трудный способ изготовления то есть это там большой достаточно сэндвич и помимо того что их там тяжело произвести и соответственно стоимость высокая ее клеить достаточно сложно очень трудоемко и вообще далеко не каждая компания может оклеить chrome качественно да то есть мы очень часто принимаем участие помогаем нашим там коллегам вот поэтому за счет вот скиллов еще мастера да то есть профессионализм это тоже стоит дорого и клеить ее дольше одного по себе ну прикольно я бы еще вот эту штуку поменял бы и безусловно когда мы говорим про стиль тачки обязательно она должна быть там не просто ты и там оклеил и все и типа такой красавчик безусловно диски безусловно там тачка должна быть двух цветов поэтому здесь мы тоже эту решетку уберем там поставим правильные диски скорее все сделаем крышу вот этот панорамный эффект тоже черным глянцем интерес что получится у меня уже было бы х тогда давно давно семерку у меня было бы х но я ее брал за 2 и 2 миллиона сейчас это просто жесть какая-то сейчас просто бы сейчас вот бы был у нас там от 13 до там 18 если мы про их 6 варим зависимости от комплектации то есть вообще цены просто жестко я решил устроить у себя стройку сейчас покажу что я вообще задумал вот есть дом и мне в доме с этой стороны вообще все нравится идеально но потом видите раз и начинается какой-то красный гараж который вообще никак не сочетается вот с этим керамогранитом покажу как выглядит гараж хочу из него сделать короче полноценную базу такую мужскую потому что машину я все равно редко ставлю и короче я решил из гаража сделать стартап гараж место где будут собираться предприниматели где я буду записывать свои подкасты вот так это сейчас выглядит запомните потому что в конце этого реалити вы не узнаете мы сделали дизайн-проект и это просто пушка я вам говорю то есть я когда увидел я подумал вот мой и я получается решил избавиться от этого кирпича мы уже вчера начали работы ты вместо этого кирпича будет специальный ригельный кирпич другого цвета и в итоге получилось так что из-за того что нельзя просто снять кирпич не затронув керамогранит в некоторых местах то скорее всего и вот эта вся внешняя сторона есть керамогранит он тоже уйдет плюс мы еще будем менять вот эти все отмазки так что короче решили по итогу весь внешний вид дома полностью поменять и вот ближайшие два-три месяца будет стройка вот этого стартап гаража и дома с той стороны вообще складывается впечатление что у тебя не дом а гараж то есть с этой стороны где такой хай-тек стиль все красиво стильно современно а когда подъезжаешь с той стороны ощущение что ты гараже вот человек который все это будет ступить расскажи чем мы будем делать вообще будем демонтировать полностью фасад вместо перекрытия да именно деревянного будем делать монолит заливать нормальную гидру гараж был летний будет естественно пожилое помещение ну то есть зимний гаража утепленный нормальный здесь будет навес просто бомбически даже эти колонны приобретут квадратную форму они будут полностью обделаны кирпичом я потом покажу проект вообще вы будете в шоке реально да да окна тоже меняются будет просто сплошное окно без вот этих перегородок самый прикол что я сначала думал делать клинкерную плитку и она конечно значительно дешевле выходила примерно там три с половиной миллиона четыре максимум это на весь дом а сегодня приехал архитектор показал мне смету я такой сижу смотрю написано 100 тысяч я думаю так дешево я еще сказал 100 тысяч сегодня он говорит евро я такой 100 тысяч евро думаю ошалейки вообще не рассчитывал честно на эту сумму долго бодались потому что но реально я думал просто сделать гараж проект гаража достаточно дорогостоящий сейчас еще кирпич и плюс как бы строительные работы то есть я прям на бабки короче стал конкретно вот здесь уже мы разобрали так это сейчас все выглядит еще вот это будет раздаться карниза полностью тоже да все по демонтаж все ограждение по демонтаж вот эти полную часть будет вообще шикарный забор монолит сейчас под приезжали люди мы просто отходили которые хотели купить этот дом оказывается он почему-то сих пор агенты вот этим домом заманивают людей суда новоришься потом говорят о это продано вот есть другой посмотрите то есть дом короче то людям нравится на самом деле он на самом деле офигенно круто выглядит но будет еще круче и у нас был брат короче жены и он спрашивает а у тебя какая комплектация сколько литров и это муж не раскачу у меня за машину вообще но это 40 и это три литра бензин если я там не ошибаюсь 340 лошадиных сил они в любом случае ты же хочешь ее еще чипануть да да чтобы она там порезвее было и наверное еще один там тоже важный момент вот все что ты видишь глянцевая внутри вот эту вот часть все кнопочки они тоже все будут забронированы и они будут такими же глянцевыми там всю историю эксплуатации и даже не сидел не толком уже хочу быстрее выход из гаража на тачке новенькой я нахожусь в казани сегодня выступаю на конференции по инстаграмму по запускам у меня тема креативные запуски продвижения в инсте такая мне табличка инстейдж сегодня будет 500 человек в зале поэтому как выйду на сцену покажу вам какая энергия и атмосфера я довольно часто выступаю и для меня это уже достаточно привычно но несмотря на то что я всю жизнь в кино там больше половины жизни на сцене все равно каждый раз есть какой-то внутренний трепет внутреннее волнение это нормально на самом деле если вам страшно если вы переживаете это говорит о том что на то чем вы занимаетесь во мне безразлично потому что если бы вы не испытывали никаких эмоций были абсолютно равнодушны перед каждым выходом на сцену это говорило бы как раз о том что вам это просто не интересно знаете вы выходите механически что-то делаете и все но нет то что мы любим мы всегда за это переживаем поэтому вот у вас если страх публичных выступлений есть вы должны понять что это нормально это значит что для вас это что-то новое это что-то неизведанное вам это интересно вы хотите но просто вот этот страх это как раз таки индикатор что вы идете в правильном направлении вы идете в зону своего роста увидимся на сцене это моя разминка перед каждым выступлением вот так я делаю губами со времен гика сергей романович ребята чисто для видоса для влога как будто рады меня видеть давайте супер спасибо короче братан я тебе предлагаю на сейчас поэкспериментировать поклеим на тачку разные пленки и выбираем потому что одно дело в каталоге его смотреть а другое дело уже как бы на массе для этого я позову тасси на исполнительный директор в рабкар сейчас продемонстрирует тебе какую пленку нужно оклеить собственноручно риталь а ты кого позовешь да очень крутая пленка уже ранее лишь про нее рассказал почему chrome одна из самых дорогих одна из самых ярких одна из самых крутых я сначала хотел причем вот примерно такую мы выбрали как народа грей вон там у porsche а потом пришел и ехал что-то в инсте попал сорился я такой вау а в хроме то вообще обычно знаешь как происходит приходит к эта новая пленка я ее клею себе там или кому-то мы просто клеем и потом просто начинается жди после тебя будет эшелон таки шутер да в таком цвете и вы знаете и смотри короче фишка вообще матовой пленки в чем то есть если мы возьмем вот эту часть капота грань она вообще не видна и посмотри как проявляется эта грань просто четкой линии вот нужно смотреть на формы тачки и у этой машины очень много гранит и на такой тачки мат смотрится гораздо выигрышней чем чем глянец еще у нее прикол в том что она будет при каждом свете давать разные отблики за счет того что она отражается то есть там в зеленой массе допустим там летом да когда там в траве где-то он будет более бирюзовый да от неба тоже отражает не ярко будет я сейчас вижу я представляю она будет конечно нереально ярко будет дисками этими черный на черном будет супер да то сколько это по времени вообще вся эта история займет подписываешься сейчас опять как ты любишь два дня братан это покраски решетки я думаю что мы возьмем 7-10 дней но все как тогда скоро увидимся сейчас вы будете наблюдать как эта малышка превращается просто пушечную их шестую скоро на дорогах ну чё там когда уже ты уже видел да ничего пушка бомба ну круто это не скажет реально да ты можешь так не делать так вот так не закрывать да я угорать там не твоя тачка стоит а я не увижу еще она закрыта как ее правильно стягивать эту штуку вообще должны быть две девчонки сейчас в бикини поняла так это не для моего контроля поехали давай в моменте оттуда заёкнуло сервис а 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 весь автомобиль в пленку hexis она одна из самых дорогих пленок самая сложная метр подтверждаю 15000 рублей чтобы вы понимали этот капот тянули дважды потому что ширина капота метр тридцать семь из первого раза когда мы его оклеили на мне понравилось как вы видели вот эти вот части и его переклеивали ну то есть смотри пленка короче вот такого размера но соответственно сюда и сюда не хватает у нас есть технология при которой мы вытягиваем пленку так чтобы не было стыка а раньше такую пленку всегда стыковали вот здесь вот ну и как бы был такой как бы нахлёстик и это уже не так вкусно выглядело мы покрасили ноздри мы забронировали весь пластик в прозрачный глянцевый полиуретан мы окрасили фары полностью убрали весь хром синие вставки сделали такой фары вообще огонь фары выглядит пушка лучше всей тачки выглядят оклейка ваша и капот херня оклеены нижние пороги в черный полиуретан то есть они помимо того что выглядит очень вкусно они еще и защищены да то есть такая зона риска конечно мы покрасили диски в черный гляне собрали весь хром который был забронировали монитор все глянцевые элементы защищены им ничего не страшно покрасили выхлопные насадки по всему кузову убрали все хромированные элементы с карбоновым этим обвесом это будет вообще комбинация лютая по цвету подходит мне теперь я специально оделся ты тоже дать так 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 надо чтобы по цвету было поэтому если остановят скажет почему она голубая ты скажешь видеть к своим друзьям вопросы вопросы им задавайте это на самом деле еще машину взял дешевле грида мне тачку по себестоимости и мы с тобой замутим какой-нибудь выпуск под коллабу и так далее потому что я ее хочу тюнинговать у тебя еще тюнинг ателье там у меня уже не такую большую скидку сделал конечно пришлось на тачку отстегнуть ну нормально все работы по машине вышли миллион двести и ребята сделали мне скидку где-то наверное тысяч триста четыреста редко когда прям делают совсем бесплатно все раньше такая была возможность когда блогеру было что-то новенькое то сейчас такой халявы уже нету поэтому все равно приходится башлять много моя выгода что я купил уже получается супер тюнингованную тачку по цене которую бы я взял вот обычную сейчас бэху с рынка вот в этом большой плюс это мне теперь жена кидает рилсы где девочка стоит перед машиной на коленях и говорит интересно кому он быстрее купит подвеску новую и она типа упрашивает что типа мужик если покупает тачку все у него чека съезжает и он такой хочу пленку хочу это хочу тюнинг хочу там сам у него весь мир вокруг тачки начинается могу на ней сегодня поехать куда-то или нет я просто что без номеров мне надо будет показать есть основное типа дхп или как а есть номера уже не ребята короче я вообще перфекционист если даже какие-то мелкие вещи я увидел бы что мне не понравилось я бы сказал но сейчас я смотрю меня реально ничего не смущает мне мне все нравится реально круто реально жирно стильно сочно плюс еще прикольно что мы когда идеями обменивались в одном направлении с человеком ты мыслишь что не какой-то колхоз получается ярко но не колхозная ярко стильно сочные за это прям и огромный респект что мы этот наш таком в одном направлении это очень ценно потому что иногда бывает я разных языках на разных языках говоришь а тут все на одном языке говорили поэтому да то есть все что касается пленки тюнинга там вообще дисков не дисков это вот ребята тася которая просто она всех все сделает сразу по тачкам любую тачку я уже об этом сказал да пригнать это к лёхе поэтому сейчас мы еще сядем я как-нибудь красиво выйду и вы посмотрите как она при дневном свете играет вот и поехал получать удовольствие от покупки теперь это нужно ловить взгляды сейчас вы ехать как на тебя огонь прям реально очень очень круто я прям что это еще не до конца у нас еще выйдет выпуск когда будут диски вы ее запомнить как она сейчас выглядит в этих дисках совсем и когда вот при этом весы диски вы увидите что это вообще будет как будто другая машина а мы и будем писать на капоте с романович мне так не нравится когда люди пишут свои инстаграмы на аккаунтах у меня на машине написано у меня красиво написано да ну ладно мне кажется это все колхозно как-то нет канал вот не произносит миша гребенюк не делай такие вещи так ну чё как я делал теперь твоя тачка официально а это мои ключики кайф она прокачана но нас еще ждет полная прокачка стоит же он все ребята я поехал пойдем на улицу посмотрим как реально тачка на улице выглядит вообще крутяк вообще капец она реально и зеленая и бирюзовая и какая только она я поехал брать красотка реально мы хочу уже грязно все еще тогда я погнал отдаю оператору петличку добрый путь